всем привет рад вас видеть в днепре классная впервые в днепре классный город здорово пришлось по 30 тура встать чтобы доехать весело кто-то выгорал вообще смелее смелее и я недавно был выступал на конференции burn out man про выгорание там психологи приходили было 16 спикеров все по договорили разные штуки как выгорать как не выгорать их выгорать правильно достаточно интересно и самое прикольное что это но на вот этом собрании была такая атмосфера что все-таки типа окей и я выгорел и ты выгорел все выгорели и все-таки прям хочется обнять и плакать в общем я немножко изначально расскажу про себя и чем я занимаюсь как я консультирую разные компании стартапы по вопросам девопс и архитектуры так что если кто-то меня не знает то еще со мной можно говорить по про мониторинг я прям если меня спросить про мониторинг меня не заткнуть начинаю просто говорить говорить и говорить еще я основал сообщество укропс клуб есть кто-то из укропса мало мало но ребята классно заходите сообщество называется укропс это типа украинские девопсы самое большое то есть общество в снг нас уже больше полторы тысячи человек там достаточно миленько по крайней мере кто ведет себя не миленько тех мы заводим в отдельный канал где они типа уже так вот основательно выгоревших ребят еще я евангелист девопс и самое главное я доволен жизнью то есть мне мне нравится то место где я сейчас нахожусь хотя когда-то я выгорал и для того чтобы начать давайте мы поговорим о том что такое девопс вообще это такая ключевая тема вот из этого все начинается у кого есть какие догадки что такое девопс это подход методология отлично а вот а если есть девопс отдел ну и ежедобс отделы это ну получается может быть и отдел что-то могут быть там всякие сис админы которые там новые трюки выучили и хотят больше денег получать или там программисты недоучки не знаю такое тоже бывает в общем чаще всего мало кто понимает что такое девопс и я вывел для себя такую простую формулу девопс это сейчас такая модная затычка если в компании что-то не то или как-то не так работает нанимают девопс спецов и говорят вот ты решаешь проблему и девопс это чаще всего решает не везде но я видел девопсов которые занимаются только ccd собеседовал ребят начинает спрашивать по линуксу он такой да нет я просто в дженкинсе автоматизацию кручу типа вот все работает девопсом или там ну совсем совсем разные ребята в общем и из-за того что эта профессия очень люди которые называют себя девопсами sre платформ инженерами инфраструктурными инженерами это типа все вот все один такой котел в котором это все варится и мало кто понимает что мы должны делать и в итоге часто встречаешь людей которые выгорели которые говорят что работа что-то не то как-то их не прет они устали они недовольны коллективом который их окружает они недовольны от решения которые они принимают или принимают другие ребята они недовольны руководством считаю что все вокруг тупые такое тоже есть и или вот есть такой особый симптом называется индустрия в говне если вы зайдете в русский чатик handgops.ru и там напишите вот новый классный продукт все сразу типа все плохо мир движется к упадку все будет только хуже и хуже и гиперответственность один из одна из самых больших проблем выгорания это в том ноты и я знаю по себе когда я один раз было такое жесткое выгорание все считают что выгоревший человек это такой путь как который приходит на работу уставший такой типа боже мой что же мне делать атаку стал но на самом деле выгоревшие люди они ведут себя не так выгоревшие люди начинают говорить что что вот здесь все сделано плохо, здесь все сделано плохо, тут вы не правы, тут не то, там не это. Ну, то есть вот эти все симптомы, что все вокруг плохо, это чаще всего именно симптомы того, что человек выгорел. Если человеку кажется, что, ну, вот мне тогда казалось, я работал в одной из лучших компаний, в которых я вообще когда-либо работал, это Grammarly, там очень классная культура, классные ребята, но мне казалось, что все плохо и все движется к упадку. У меня было внутреннее ощущение того, что все ужасно. И я ходил и был таким гипертоксичным чуваком, который подходил и говорил, вот, что вы так не сделали, я же говорил, что надо было делать так, я же говорил, что надо было делать эдак. Ну, вот эти все симптомы у меня были. И я потом из этой штуки вышел, я понял, что мне не нравится быть токсичным чуваком, это неприятно. И в конце концов ко мне там особенно на тусовках часто пристают, типа, Сева, что-то такое позитивное. Или когда я прихожу в компанию, мне говорят, ну, это ты сейчас такой, типа, веселый и все на себя берешь. Посмотрим, что будет с тобой через несколько месяцев. Тебя догонят кирпичи или легоси какой-нибудь. Но я попробовал проинтервьюировать этих ребят. Я собрал примерно 6 человек, сделал с ними интервью, а потом уже после моих первых докладов на эту тему, ко мне еще начали люди стекаться. Я тоже с ними общался, задавал более-менее обычные вопросы, чтобы понять, в чем причина, что эти люди чувствуют, и в чем, по их мнению, причина их выгорания. Из этого всего я собрал такое вот описание того, что люди хотят от работы. Чаще всего все говорят, что хотят денег. То есть это такая типичная штука. Мы приходим на работу, чтобы зарабатывать деньги. Особенно сейчас это говорят выгоревшие люди. Но прикол в том, что, ну, будем откровенны, девопсы получают сейчас больше всех. То есть по статистике на Stack Overflow, по статистике от Puppet, если у тебя в тайтле есть слово девопс, то ты в среднем, ну, ты зарабатываешь больше всех других специалистов. То есть, типа, денег и так, в принципе, достаточно много. Второе, что менее очевидно, все хотят признания. И признания не такого, что, типа, ты приходишь на работу, а там салюты или, не знаю, все там выстрелили, честь тебе отдают. А что ты там проходишь мимо курилки или мимо кухни и слышишь там краем уха, говорят, а Вася, это классный пацан. Или, типа, а вот отдел-то крутой. Типа, какие они штуки запилили. Или особенно, когда другим компаниям хвастаются, вот у нас такие пацаны. Все хотят получать удовольствие от работы. То есть, и вот эту штуку я очень сильно поддерживаю. Удовольствие от работы – это невероятно важно. Если ты приходишь на работу и тебе в кайф то, что ты делаешь, это прям шикарно. Я помню, ко мне обратились одни ребята. У них был ICO, и через две недели у них должен был быть релиз. И ничего вообще не было готово. И мы с командой фигачили по 12-14 часов в сутки на протяжении двух недель без выходных. А потом я пошел на митап, и мне говорят, все вот это такой отдохнувший. Потому что, ну, смысл в том, что если тебе в кайф, то чаще всего все норм. Еще одна такая штука, про которую все обращали, обращали внимание, это возможности для роста. Все хотят расти. Все говорят, вот я типа сижу на работе, ничего не делаю, у меня ничего не получается. Я хочу расти, хочу становиться лучшим инженером. Не хочу остаться с какими-то устаревшими технологиями, где меня никто не возьмет на работу. И да, работа с новыми технологиями. Тут у меня поломалось, тоже должно было быть. Получают в итоге немножко другие вещи. То есть какие-то старые технологии, непонятные команды, пожары, которые ты тушишь, просыпаешься ночью и тушишь пожары, приглашешь на работу, тушишь пожары. Отдельная штука, это невозможно сделать какие-то вот, часто говорят, у нас пожары, нам плохо, но у нас не хватает времени, чтобы это все починить, вообще глобально сделать такую штуку, решение. Мы знаем, как это все решить, но у нас нет времени, чтобы это решение написать. И отсутствует признание. Часто, вот очень часто все говорят, что типа, если бы разработчики научились писать тикеты, я был бы счастлив. Но и куча стрессов. В итоге получается такая небольшая диаграммка. Мы ожидаем, допустим, пункт 1, 2, 3 от работы, а от нас ожидают совсем другие пункты и, допустим, один из того, что ожидаем мы. И основная причина, как я понял, почему люди несчастны, потому что от них ждут одного на работе, от них все хотят, что вот, типа, делайте что-то одно, а по факту они ожидают, что они на работе будут делать совсем другие вещи. То есть вот я помню, у меня была такая штука. Я думал, так, я должен на работе делать классные инженерные решения, чтобы там выкладывать их в open source, делать какие-то красивые темки, чтобы, ну, какие-то вещи, чтобы прям все говорили, ого-го, вот это, пацаны, крутые. Но по факту ожидали, что мы будем решать проблемы. И с этим я впервые столкнулся, когда сам начал выступать в роли бизнеса. Я решил завести для себя блог. Думаю, ну типа, что, надо писать блог. И, естественно, ничего стандартного мне не подошло, вернее, там подошло, и надо было какую-то фишку улучшить. И я подумал так, я уже взрослый мальчик, мне уже там сколько, там 26 лет было тогда. Значит, что-то мне надо, значит, мне надо нанять человека, который сделает это для меня. И я такой решил для себя, я буду идеальным заказчиком. Я буду таким заказчиком, чтобы вот этот фрилансер, которого я найму, чтобы он потом своим внукам рассказывал про меня, какой я был классный заказчик. И я все проработал, сказал, давай, парень, у тебя есть почасовая оплата, делай все, что хочешь. Так, как считаешь правильным. Давай, вот, вот, делай. И этот человек в ответ начал мне там что-то одно, спросил второе, третье, а что будет, какие расширения, что-то такое. Хотя я задачу четко вполне описал. И в итоге у меня так часто, так много спрашивал, что я просто взял и написал это все сам. То есть в итоге мне оказалось проще, вот, по всем его вопросам наводящим, чтобы я просто взял и написал это все сам. И я оказался не классным заказчиком, ну, для этого парня, а парень остался без денег из-за того, что, ну, фактически он не делал, не сделал вообще ничего. Он просто, типа, спрашивал, спрашивал, уточнял, какие-то непонятные штуки делал, то есть там, типа, какие-то почасовые заплатили, но проект он не делал. И вот важная штука, что я его нанимал как бизнес для того, чтобы он решил мою проблему. У меня была конкретная проблема. И хотя я технический парень и технически ее описал, но для него это было недостаточно, наверное. И в этом ключе, что нас нанимают для того, чтобы решать проблемы, если вы это и так знаете, то, скорее всего, дальше можно и не слушать, потому что вот в этом ключе я буду размышлять. Из-за того, что мы в первую очередь должны решить проблемы. И тут я дальше попробую разобрать по пунктам, кто причины недовольства и как из них выходить. Например, ребята, которые говорят, что вот им не хватает роста. Ко мне пришел парень, он, кстати, здесь в Днепре в одной компании работал, и он мне говорит, я прихожу к ребятам и говорю, пацаны, давайте использовать Elasticsearch. Они такие, а зачем? Говорят, ну вы же логи в PastGru складываете. Они такие, ну да, складываем. Говорят, ну в PastGru плохо складывать, надо складывать в Elasticsearch. Они такие, а зачем? Он такой, ну в смысле, сейчас все складывают в Elasticsearch. Они такие, пускай складывают. И он приходит и говорят, что вот типа ребята вообще не понимают, не секут фишку. Говорят, ну в смысле? Ты им говоришь, давайте использовать новую тулу из-за того, что она модная. Если бы ко мне пришли и сказали, давай использовать новую тулу из-за того, что она модная, я бы сказал бы, извините, нет. У меня есть штука, которая работает, зачем мне что-то модное? Или там вот приходят, говорят, что не учатся чему-то новому или не растут. Основные решения таких вопросов, это в том, что каждое решение, которое есть на рынке, каждая технология, она сделана для того, чтобы решить конкретную проблему. Они появляются не просто так. Эти технологии, они сделаны, вот Elasticsearch или там Docker или Kubernetes или Mesos, Nomad, что угодно. У этого всего есть какая-то концептуальная причина. И если в вашей компании есть эта проблема, решайте ее и продавайте новые технологии при помощи Proof of Concept. Просто делайте какую-то маленькую штучку на одном сервисе, обкатайте, покажите, типа вот так вот оно, оба, она все заработала. И я гарантирую, это просто будет разлетаться вихрем. Ну и иногда можно, конечно, договориться с работодателем. Важно понимать, что технологии не существуют просто так. Технологии существуют для того, чтобы решить конкретную проблему. Они существуют для того, чтобы что-то решить, например, там с Docker. Была проблема в доставке контента? Ну что-то там собираешь, надо какой-то шеф подправить, что-то еще подправить, как-то задеплоить. Это было сложно. Взяли Docker. Он принес другие проблемы. Все технологии приносят другие проблемы. Нет серебряной пули. Но конкретную проблему он решил. Еще была одна интересная ситуация. Это называется злые девелоперы. Когда ты идешь на работу и ты стараешься незаметно мимо всех проскользнуть или наоборот такой злой. И вокруг тебя там девелоперы. Они такие, ой, что это девопсы? Вы там девопсы ничего не делаете, вы там ничего не понимаете. Они могут быть агрессивные, они могут выставлять там кучу команд, и каждая команда выставляет свои приоритеты. Говорят, вот у нас это самое главное. Другие говорят, у нас это самое главное. И, собственно, один раз даже такая штука была. В одной компании была команда девопса. Я понимаю, что команда девопса быть не может. Это инфраструктурные инженеры. И вокруг них было очень много разработчиков, которые просто типа кричали, вот наши приоритеты самое главное. И очень сильно не любили девопсов и старались как-то все решать сами. Если вы с таким столкнулись, это всегда приводит к тому, что это всегда приводит к стрессу, когда вас не любят, это типа очень сильно всегда приводит к стрессу. Я не знаю, я очень сильно не люблю, когда меня не любят. Можно, конечно, сказать, что вот как вот эти ребята, они говорили, нет, это просто разработчики не шарят. У них нет процессов, они сами не понимают, что они хотят, они не понимают, когда они хотят, а мы молодцы. Но лучше всего просто попробовать разобраться, а в чем же у ребят проблема? Почему они кричат, что их приоритеты главные? Почему они хотят, чтобы мы занимались только их задачами? Почему они считают, что мы такие плохие? И в том случае оказалось, что разработчики, что вот инфраструктурная команда, она работала так. Она говорила, так, давайте нам все ваши задачи, выбирала из них самую главную, согласовывала с начальством, говорила, вот эта задача самая главная, мы над ней работаем месяц. После чего мы возьмем следующую самую главную задачу и будем над ней работать месяц. и как бы для… было 8 команд, и каждая из 8 команд понимала, что сейчас будут решать чью-то одну задачу, а когда их задачей займутся, это через месяц еще раз будет какое-то голосование, если не будет ничего важнее, займутся их задачей. Они просто не понимали, когда их задача будет сделана, когда их вещи будут доставлены. Еще бывают такие штуки, что навязывают какую-то роль, конечно, но с этим уже надо бороться на каком-то процессуальном уровне, когда считают, что там DevOps'ы должны писать тесты или там писать Jenkins файлы или писать Docker файлы. Такое тоже бывает, об этом будет немножко дальше. И здесь оказывается, что просто пройтись, пообщаться с ребятами, узнать, в чем их проблема, вот просто подойти и сказать, в чем твоя проблема. Он тебе скажет, мы не знаем, когда будет решена наша задача. Все, ты уже начинаешь думать о том, как решить. Или вот еще, бывает так, что разработчики просто отстаивают свои интересы, ну, каким-то образом вы их ущемляете. К примеру, тоже был случай в одной команде. Была проблема там с Jenkins'ом. Они писали какой-то супер универсальный Jenkins файл, который должен всем подходить, и они всем разработчикам говорили, вот вы должны использовать четко GitFlow. Я сам люблю GitFlow, мне сам эта система очень нравится, она расширяется, но некоторым разработчикам не нравилось. Или там, что вот должны правильно именоваться брончи, конкретно так, а кто-то не хотел. У кого-то был другой поток. И они из-за того, что вот девопс, для того, чтобы облегчить свою работу, или чтобы там кто-то, там, например, именование брончи было строго по тике, там, чтобы никто там никаких брончи левые не заливал. И из-за этого разработчики были очень недовольны, потому что, ну, у них был свой поток, а инфраструктурная команда, для того, чтобы облегчить свою работу, очень сильно на них влияла, очень сильно им мешала работать, и они отстаивались. И иногда, вместо того, чтобы делать какую-то автоматизацию, достаточно просто пройтись и поговорить, сказать, ребята, а давайте мы с вами сделаем так, так и так, или давайте мы соберем какие-то штуки, которые вам нужны. Решение таких проблем чаще всего заключается в том, чтобы сделать внятные процессы. И вот в предыдущем случае, когда вот было много команд, которые не знали, когда будет решена их задача, оказалось, что просто внедрить какой-то канбан и брать по одной задачке и решать, чтобы всем было видно. А самое классное, это вообще визуальный канбан, просто повесить доску, и чтобы, если человек говорит, что мой приоритет важнее, пускай он подходит и опускает все остальные задачи вниз. Так, это типа забавно, кажется смешно, но это очень сильно работает. То есть людям ментально трудно вот взять и опустить листочки чужие вниз. Или там кто-то другой заметит, что его листочки опускают и начинается веселуха. Но эта вещь работает, потому что приоритеты должны быть видными. Если у вас есть какие-то непонятные договоренности, типа ты мне, я тебе, или вот типа они постоянно ноют, давай будем делать что-то лучше, они будут продолжать ныть, потому что кто громче кричит, если вы поддерживаете людей, которые громче всего кричат и решаете их задачи, они просто будут дальше громко кричать. Вы просто сами навязываете им роль крикунов, которые будут говорить вот моя задача самая главная. Еще интересная вещь, это просто встраивать в команды людей с нужной компетенцией. В данном случае, в предыдущем, очень сильно помогло внедрить канбан и начать разрабатывать все проекты одновременно. То есть все восемь команд, просто делать их, вот эти большие задачи, просто делать одновременно. И тут интересная вещь, что это оказывается медленнее. То есть если вот, допустим, команда берется и садится за одну задачу, то есть контекст, все все понимают, все начинает, и ты быстренько закончишь за месяц одну задачку, возьмешь следующую. Но часто оказывалось так, что мы, эти ребята потом брали в эти все восемь проектов одновременно, брали одну, от одного, от второго, от третьего, от четвертого. От четвертого мы уже начали и встали там в блок на месяц, пока они там что-то решат у себя. У пятого начали, встали в блок на два месяца, пока тебе что-то решат. И видимость того, что что-то происходит, сделала отношения с командой намного проще. И самое главное, это позволило за короткое время закрыть 80%. Проблем. Я к этому еще немножко дальше тоже вернусь. Следующая проблема, с которой часто сталкиваюсь, это что люди ответственные. Это проблема ответственности. Симптомы это, что, вот я не знаю, есть ли у вас такие знакомые, которые считают, что все вокруг тупые, только типа они могут это все на своих плечах вынести, только они могут на своих плечах это все проработать. И что если вот, не дай бог, он там уедет в отпуск на месяц или там на неделю даже, то все разлетится, все поломается. Из-за этого часто люди очень сильно становятся такими вахтерами, которые сидят. Вот это можно, вот это нельзя, ты куда без тапочек пошел? Они очень сильно недовольны своей жизнью. И самое прикольное, кто-то считал книгу «Проект Феникс»? Мало, мало, считайте. Книга замечательная. Есть всего две книги, которые надо прочитать, чтобы понимать DevOps. Это «Проект Феникс» и «Осирье» от Google. Вот эти книги прям суперклассные, суперобязательные. Я их очень сильно всем рекомендую. В проекте «Феникс» был некий безопасник, который заботился о том, чтобы руководство компании не посадили или не выписали компании здоровенный штраф. Он приходил на все митинги. Он говорил, так, вот это нельзя, потому что небезопасно. Это нельзя, потому что небезопасно. Он пропихивал какие-то свои изменения, которые всем все ломали. И в итоге разработчики и инфраструктурные инженеры начали собираться без него. Они пытались от него прятаться. Они ныкались в другие здания. Они делали какие-то секретные митинги, про которые он узнавал, прибегал туда и опять всех разносил. И у безопасника ничего не получилось. Он не смог протащить все свои изменения по безопасности, которые были нужны. И когда пришли аудиторы, безопасник просто очень сильно, ну, он был разочарованный с тем, что он ожидал того, что сейчас всех посадят. И из-за того, что все его игнорировали, не слушали его советы, сейчас всех посадят в тюрьму или выпишут здоровенный штраф в компании, от которой она, не факт, что оправится. Но оказалось, что все эти проблемы были решены на другом уровне. Они были решены чисто на физическом уровне. Там тетечки со счетами сидели и что-то подбивали и перепроверяли. И вся его работа, оказалось, все то, что он мешал людям работать, это оказалось просто пустым звуком, потому что это было никому не надо. И если кто-то испытывает вот такую вот, что я, без меня все развалится, в первую очередь подумайте, вы за это вообще отвечаете? И за что вы отвечаете? Чего от вас хотят? Зачем вы это делаете? Хотят ли от вас стабильности? Вот часто инфраструктурные инженеры говорят, от нас хотят стабильности. Но вы же понимаете, что DevOps это в первую очередь о приоритетах. DevOps, он зародился. Не может быть, если от одной компании хотят фичи, а от другой хотят стабильности, значит, у вас нет DevOps. То, что DevOps, это когда, вот, например, как у Google, они говорят, что у нас есть бюджет, сколько мы лежим в месяц. Если мы лежим меньше этого числа, значит, мы начинаем релизиться чаще. Если больше, значит, начинаем релизиться медленнее. Ну, и за такие вещи вот в Google отвечает алгоритм. В других компаниях отвечает продукт-менеджер, который говорит, так, нам нужна больше стабильности или меньше стабильности. Если вам продукт-менеджер говорит, что нужно 100% стабильности, ну, вы же знаете, что такое не бывает. Мы же не в сказке живем. И просто подумайте, за что вы отвечаете? Что вы должны делать на работе? Чего от вас ждут? Что бизнес хочет конкретно от вашего отдела? Что бизнес хочет конкретно от вас? Как вы должны помогать? Вы должны строить систему или вы должны делать разработчиков счастливыми? К примеру, когда я работал в Grammarly, мы вывели такую вообще метрику, что мы решаем, ну, как мы понимаем, что мы делаем? Мы смотрим на вещи, ну, пытаемся в уме прикинуть, естественно, это не четко, сколько времени разработчикам сэкономит наше решение. У вас в компании это может быть другая метрика. У всех могут быть абсолютно разные метрики. Если вот вы понимаете, что вы за что-то отвечаете, подумайте, можете ли вы на это влиять? То, что иначе получится, что вы кричите на ветер, что вот есть какая-то вещь, вам она не нравится, а вы не можете на нее влиять. К примеру, вот часто говорят, вот там, я хочу, чтобы все было классно, но CTO или Vivo Engineering не соглашаются. Но они за это отвечают. Если кто-то принимает плохое решение, значит, это, ну, на верхнем уровне, это его решение. У них есть видимость, вы можете донести информацию, если вы не можете на что-то влиять, то единственное, что вы можете сделать, это донести, рассказать. Вот я так считаю, а принимают решение часто совсем другие ребята, и вы на это влиять не можете. И не надо на это влиять, самое главное. И не надо тратить на это силы и энергию. Делайте то, чего от вас хотят, делайте то, чего от вас просят. И если эти советы не помогают, то прочитайте больше о DevOps, прочитайте больше о приоритетах, прочитайте больше о том, ну, за что вы должны бороться, чем вы должны заниматься. Следующая достаточно значительная проблема, это тушение пожаров. и это самая такая сложная штука, из-за того, что тушение пожаров очень сильно поощряется всеми компаниями. То есть, если вот у вас есть Ops команда, или sysadmin команда, или инфраструктурная команда, которые приходят на работу с красными глазами, уставшие, всем всегда все помогают, отвечают, типа, их считают хорошими ребятами. Ну, из-за того, что видно, как они работают, видно, что они что-то делают. Но долго так работать получается не у всех. И люди из-за этого тоже очень сильно выгорают. Для того, чтобы просто перестаньте тушить пожары, просто перестаньте всем помогать, начните думать, откуда пожары берутся, почему это все происходит. В моем опыте я просто перевел в одно время в Гаммарли алертинг на девелоперов. То есть была опс-команда из двух человек, которым нам за ночь приходило по 44 смс о том, что что-то ломается. Я начал будить разработчиков, у которых это все ломается. Просто среди ночи говорить, вот у тебя поломалось и еще раз, и еще раз. А потом, когда сервисов стало много, я говорю, ну, мы не успеваем учить все новые сервисы. То, что было на разных языках, на Ирланге, на Java, на C, на Python, в общем, на всем подряд были сервисы, написано. Я не успеваю учить, мы не разбираемся, и в новые фиши мы не успеваем вникать. Пускай разработчики отвечают. И интересно в том, что когда, допустим, мониторинг перевели на разработчиков, разработчики этому только обрадовались. Из-за того, что у них появился рычаг влияния на продукт, все разработчики хотят писать хороший код. Ну, скажем так, подавляющее большинство разработчиков хотят писать хороший код. Типа, есть исключения, но подавляющее большинство, они хотят гордиться тем, что они пишут. Но у них постоянно растет бэклоу, какие-то штуки. И когда у них появляется рычаг влияния, например, то, что они отвечают за мониторинг, и если все падает, то они ночью просыпаются. Они радуются тому, потому что они могут сказать менеджеру, вот смотри, нас ночью будет, мы хотим решить эти проблемы. И менеджер говорит, да, конечно, решайте. И все счастливы. Но пожары могут возникать из-за каких-то процессуальных причин, из-за разных вещей. И прикол в том, что просто в лоб там написать штуку, которая по крону что-то перегружает. Ну, почему? Это тоже решение. Я знаю, что в Укарнете очень долго работал скрипт, который перезагружал почтовый сервер раз в 40 минут, потому что он сжал много памяти. Ну, типа, почему бы нет? И этот скрипт у них работал, по-моему, лет 7 или 8, не знаю. Ну, и что? Типа, все работает, бизнес зарабатывает деньги, опсы не просыпаются ночью. Это просто альтернативный метод, который тоже иногда может срабатывать. Подумайте о том, как убрать пожары. То, что идеальной системы не должны быть. И если вы думаете, что вот мы должны напилить какую-то вещь для того, чтобы решить пожар, напилить какую-то тулу, то иногда, конечно, это срабатывает. Если это маленький скриптик, который что-то там все крутит и все такое, а вы говорите, вот мы хотим напилить там какой-то супер автоматический CI, CD, который будет понимать, когда что-то упало, откатывать назад, откатывать вперед, чаще всего и проще всего подойти к ребятам и сказать, ребят, давайте поговорим. Вот давайте поговорим, что вам надо. Вам надо, чтобы оно лежало или не надо? То, что иногда бывает и пофигу. Если там какая-то штука ляжет, никто ее не заметит. Ну, окей, пускай тогда лежит. Какое у нас СЛА? Какое у нас СЛО? Как мы должны реагировать на проблему? Подойдите и задайте эти вопросы. Задайте вопросы по СЛО. Это сложные вопросы. Менеджеры часто и продуктовнеры, и владельцы не знают, типа, как должен их сервис работать. Но это вопрос, на который надо ответить. И без этого вообще никуда дальше не пройти. Следующая тоже важная штука, это то, чем болел лично я. Это попытка написать какие-то очень большое, сложное, красивое решение. И чаще всего ты вот это просто берешь, пытаешься написать, решаешь, а там получается такая вот не знаю, веб-страничка с миллиардом пунктов, которые тебе надо отметить, что-то не отметить. И команда начинает тебя игнорировать, команда начинает тебя уходить. Но прикол в том, что даже написать ее сложно. Я в какой-то момент, когда начал, мы делали, как только еще появился докер, мы написали свою систему сборки докера, называлась рокер, и штуку для деплоя докер-контейнеров по разным инстансам. Все было в опенсорсе. сейчас многие фичи из рокера переехали в докер, чем я немного горжусь, это типа приятная, когда такая большая компания берет твои наработки. Очень прикольно. Я помню, когда я просто садился и пытался представить, какую универсальную штуку мне надо делать, я рисовал там, у меня была майндмапа из 300 пунктов, которые связаны все между собой. И это было прямо, я это в голове удержать не мог. Я показывал ребятам, говорю, помогите, они смотреть страшно. Я не хочу в этом разбираться, помогать. И вот тут главное понимать, что чаще всего универсальное решение, которое вы сделали, универсальную штуку, которую вы напилили, она будет одинаково всем не подходить. Из-за того, что серебряной пули не существует и не будет существовать вообще никогда. Это типа миф. У всех есть какие-то свои нюансы. Если вы хотите выбрать базу данных, которая подходит всем командам, скорее всего, эта идея обречена на провал. Если вы хотите использовать систему там deploy или написать какой-то Jenkins файл, который подходит всем проектам, у вас ничего не получится. Просто не делайте этого. Из-за того, что чаще всего вы потратите на это намного больше времени, чем просто сделать два решения и поддерживать их или три решения, или научить команды, чтобы они сами этим занимались. В первую очередь стоит подумать о том, какую проблему мы хотим решить. В первую очередь стоит подумать о том, что, в чем есть проблема, не придумать себе, вот, скорее всего, у них такая-то, такая-то, такая-то проблема, а просто пойти к ребятам и спросить, что у вас не так, что у вас плохо, что вам не нравится. и я вам скажу, что когда вы решаете проблемы, которые людей волнуют, это люди вам благодарны, потому что вы, очень мало людей в мире готовы решать чужие проблемы, реальные проблемы, не выдуманные проблемы, я думаю, что у кого-то такая-то проблема, а вот ты подходишь, говорит, какая у тебя проблема, человек говорит, вот такая-то у меня проблема, ты разбираешься, с ним обсуждаешь, и говоришь, окей, я тебе помогу решить твою проблему, ты помогаешь, и люди просто ходят, мало кто с этим вообще в жизни сталкивался, что кто-то приходит и решает тебе твою проблему, это типа, это просто феноменальный опыт, чтобы решить реальную проблему, надо просто взять, походить, пообщаться, собрать данные, или подождать, пока эти данные появятся, к примеру, вы хотите что-то, написать, какую-то штуку, которая будет помогать всем правильно релизиться и все оптимизировать, чтобы в одном месте все поддерживать, потом подождите, пока данные соберутся, потом пойдите еще раз пообщайтесь, и самое главное, зафиксируйте, какую проблему вы решаете, потому что если вы сейчас, если вы сразу не запишете, что вы хотите решить, то есть, ну, я, например, в своих командах часто использую подход просто в тасках, которые мы заводим, мы сразу пишем, что мы хотим в итоге от этой таски, и все, это не меняется. Мы один раз записали, что мы хотим, и все, эта таска может отмениться, могут сабтаски отмениться, но то, что записали, оно не должно измениться, оно должно быть таким, каким мы его записали изначально. Если мы не знаем, что написать, то мы заводим таску собрать данные, в которой мы пишем definition of done. Мы должны получить данные того, что мы должны сделать. Мы должны по результатам этой таски создать таску, в которой мы опишем, что мы вообще хотим получить. И эти задачи бывают достаточно большими. Из всех проблем, которые вы собрали, обязательно у всех выясните, что главное, что второстепенное. И потом начните решать главные проблемы в первую очередь. И самое главное, лучше всего возьмите вообще одну проблему, самую главную, и решите ее. Так может казаться медленнее. Если ты проектируешь систему, пишешь какой-то код, то ты хочешь сразу, чтобы все учесть. И вот у меня с этими 300 пунктами наступил такой анализис-паралайзис. Короче, паралич анализирования. Мы тогда работали с очень прикольным дядькой Рафи. Он как раз был VP of engineering Twitter. И он потом сотрудничал с нами, очень сильно с моим отделом. Мы с ним работали, очень умный мужик. И он к нам пришел и говорит, Сева, возьмите и решите одну проблему. Не думайте о других. Потом расширите или вообще просто все выбросите и напишите код заново. Решите какую-то одну проблему. Из-за того, что если вы, вот кажется, лучше сразу все написать, сразу все продумать. Но нет. Если вы решите какую-то конкретную проблему, она начнет приносить пользу прямо сейчас. Вот, например, я вот хочу написать какую-то штуку с десятью разными фичами. Если я ее вот так, я сел и подумал, я напишу ее за месяц. Если я ее сяду и сразу, ну, если я сразу вот напишу все эти десять фичей. Если я буду релизить по одной фиче, то я напишу ее за два месяца. Но прикол в том, что первая фича, с самой первой недели, когда я ее зарелижу, она уже начнет приносить пользу компании. И самое прикольное, что все остальные девять фичей, или там восемь, или семь, они могут оказаться и не нужны. То есть вот у меня был конкретный кейс, что мы там накидывали разные штуки, вот это провыдуманная проблема. Мы писали штуку, которая будет деплоить все сервисы по инстансам в докере. И мы такие, так, а что если автоскейлинг? А что если там надо будет у Nginx конфиги обновлять? А что если там у сервиса будет конфиги обновлять? Надо же какой-то, типа, конфиг сторож, секрет сторож, всякие вот эти вещи. А как это все, типа, связать? Это невероятно сложная задача. В то время как я уже в Grammar или не работаю, года два, наверное, или три, не помню. Но автоскейлинга у них нет до сих пор. И они недавно делали доклад о том, что как сильно вот это вот желание автоскейлинга им помешало. Они просто решили, нам нужен же автоскейлинг, у всех же есть автоскейлинг. Это, типа, вот такая проблема, ну, то есть, типа, надо автоскейлинг. Но оказалось, что нет. Оказалось, что у них нагрузка предсказуемая, они просто руками масштабируют. И это дешевле. И это работает. И компания вот недавно получила 150 миллионов. И все классно. И они говорят, мы решили, что нам уже не нужен автоскейлинг. Спустя сколько лет. И они там делали такой большой доклад на тему того, что зачем мы вообще об этом думали? Зачем мы писали сложные решения? Решали ли выдуманные проблемы? Надо просто брать какой-то маленький кусочек и делать его. Потом брать второй маленький кусочек, добавлять его. Это будет дольше. Но выгоду это принесет сразу. Потому что мы сразу получим фидбэк. И я просто еще раз хочу обратить внимание на то, что в первую очередь стоит на работе решать проблемы. Надо не выдумывать. Надо смотреть. То есть, вместо того, чтобы предполагать, как что-то будет, просто наблюдайте, делайте выводы, исходя из фактов. Можно просто на бумажке писать. Я пишу на бумажке. Вот то-то, 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 значит, то-то, то-то, то-то. Это типа хороший способ внутренней организации. Потому что некоторые вещи, мне кажется, там, я вот думал, так, это очевидно, это очевидно, это очевидно, а потом, бах, оказывается, на все не лепится. Интересная штука, что временами надо останавливаться и думать, а в чем же причина, проблема. Иногда можно придумывать несколько вариантов решения, даже самых бредовых. И некоторые из них могут срабатывать еще неплохо. И если это все не помогло, то есть, если эти светы вам не помогли, что что-то, ну, найти, если вы все еще недовольны, подумайте, чего вы хотите от работы, в чем ваше... Чего вы ожидаете? Можете ли вы найти компанию, которая вам дает, что вы ожидаете? И вот здесь вот такая следующая вещь, что важно в голове, ментально, вот я себя смог перефокусировать на то, чтобы не писать красивую архитектуру, не делать красивые инженерные решения. То есть вот я хотел делать красивые инженерные решения, я думал, что самые классные ребята – это там системные программисты, которые опускаются вниз, или там архитекторы, которые делают архитектуру красивую такую, что потом они пишут в блоге, и все им хлопают. Но важная часть в том, что мы должны решать проблемы бизнеса. Мы должны пригодить к бизнесу и спрашивать бизнес, что у тебя болит, что тебе плохо. И эти задачи, которые бизнес будет вам давать, они невероятно интереснее. Если вы будете смотреть на проблему не с точки зрения, как написать красивую систему, особенно сильно это касается именно программистов, потому что я сам писал код. Я сам писал код на Ruby, и сидел неделю, продумывал список классов, как он там друг от друга будет наследоваться, как там их можно расширять между собой. А потом принес в команду, это все написал, по ночам писал, принес в команду, они говорят, слишком сложно, непонятно, и начинают там, я как раз на Ruby писал, я сделал DSL, они уже начали какими-то своими путями решать. Я такой, боже, что вы делаете? Я же уже все продумал. Нет, слишком долго читать. И они были правы. Это то, что я решал проблему того, я хотел, чтобы было красиво написано. А оказалось, что надо было написать так, чтобы все могли этим пользоваться. Это разные проблемы. Это разные вещи. Ну, то есть бизнесу надо было то, чтобы это все могло расширяться. Если мы будем думать о том, вот я последние два года занимаюсь тем, что я прихожу к бизнесу, спрашиваю, в чем проблема? Мне говорят, и задачи практически никогда не повторяются. Всегда какие-то новые штуки, всегда какие-то нюансы. И это делать невероятно интересно. И самое интересное, что за это просто платят сумасшедшие деньги. Из-за того, что все любят, когда решают их проблемы. И бизнес любит, когда решают его проблемы. И если вы думаете, что вот я такой, какой я есть, я приду в компанию, пускай они меня используют. Типа я буду делать то, что я хочу, а они будут получать от этого прибыль. То, скорее всего, так не бывает. Это бывает в таком редком количестве, проценте случаев, и с настолько уникальными людьми. И то есть им не платят много денег. Они просто делают работу в удовольствие, строят какие-то штуки, какие-то математики, не знаю, или профессора. Так тоже, наверное, бывает. Но чаще всего стоит просто подумать, как я могу решить проблему бизнеса, какие проблемы есть у бизнеса, как я могу в это влезть, как я могу перестроить процессы, с кем я могу пойти поговорить, с кем я могу что-то сделать. И решив это все, у вас просто не останется каких-то мотивов для того, чтобы выгорать. У вас не останется причины для того, чтобы выгорать. Потому что если вы решаете проблемы, то вас любят. Если вы решаете проблему, вам хорошо платят. Если вы решаете проблему, вам всегда интересно. И самое главное, что вы всегда растете и пробуете новые технологии из-за того, что вы решаете проблему. И то, что проваля одну технологию, она родила другие проблемы. Другая решили их, они родили третьи. Это будет бесконечно. И самое главное, вы будете видеть, зачем вы это делаете. Вы будете понимать, что вы делаете. И решать большие проблемы. То есть архитектурная, инженерная проблема – это проблема. Но решать проблемы верхнего уровня намного интереснее. Собственно, это все, что я хотел сказать. Меня зовут Всеволод Поляков. Тут мои контакты есть. Заходите, регистрируйтесь. Спасибо. Я хотел спросить по поводу универсальных решений. Я не очень понял. То есть все мы знаем о том, что стоимость решения проблем на поздних этапах разработки сильно дороже, чем если ты продумаешь хотя бы что-то в начале. Поэтому то, о чем говорил ты, я так понимаю, это больше типа Linux Way. Ты делаешь маленькие вещи, которые делают какие-то минимальные задачи. Но, наверное, это в идеальном мире, может быть, работало. Но так-то мы все равно должны думать о какой-то универсальности, опять же, и продумать архитектуру заранее. Просто это надо делать итеративно. Я согласен с этим полностью. Смотри, типа вот эта цена решения, надо просто знать, надо ли бизнесу, ну, хочет ли он сэкономить. И, например, я знаю одну компанию. Я с ним работал. Это компания второй по объему пользователей AWS. То есть, типа, первый Netflix, а они вторые. То есть, вот такие вот. И у них длительное время всю инфраструктуру, вот задумайтесь, второй по объему пользователей AWS, всю инфраструктуру поднимали люди. Просто сервера поднимали руками, инстансы через консоль. И недавно эту компанию купил Amazon за 1,1 миллиард долларов. Бизнесу было не надо, чтобы были универсальные решения. Им не надо было экономить. Они просто нанимали людей пачками, которые делали что-то, что быстро работает. Ну, работало быстро, было супер универсально. Все сети покрутили что угодно. Был абсолютно полный хаос. Они сказали, окей, мы будем это решать позже. И мы заплатим эту цену позже. Смысл в том, что универсальные решения иногда нужны. Ну, то есть, типа, естественно, мы все используем Linux. Скорее всего, это будет какая-то универсальная Ubuntu, которую мы там, или это Debian, или RedHat, в котором мы скажем, там, все юзайте, постарайтесь юзать RedHat. Но везде должна быть граница. То есть, какие-то штуки действительно можно, ну, можно что-то универсализировать. Но иногда это просто абсолютно не надо. И да, это будет потом стоить дорого. А, вот слышно меня. Я думаю, что это безумно дорого было перестроить всю инфраструктуру под CI, CD, по какой-нибудь потом. Ну, как, это было меньше 1,1 миллиард долларов. Но я хочу сказать, что я, по крайней мере, не знаю ни одной компании, которая умерла из-за того, что перестраиваться под CI, CD было слишком дорого. Вот как-то так. То есть, эти вещи нужны. Их надо делать просто. И самое главное, найти правильный момент, когда их надо делать. Очень редко этот момент наступает слишком поздно. И даже вот этот знак, как говорят, очень дорого. Ну, для компании там нанять, если она уже заработала, успела заработать денег, нанять 10 человек или 20 человек, которые будут это, типа, перелопачивать и переносить. Или там всей компанией это начнут переносить. Это норм. И их это устраивает. Как-то так. О, еще один классный пример про вот эти вот универсальные большие решения. Был прикол с одной студией, которая пилила движок для игры. Они пилили движок. Движок был очень классный. Они его улучшали, уточняли, там делали лучше. А потом они не успели зарелизиться. Перед ними за полгода зарелизился Unreal Engine, который был супер сырой, непонятный. Но он уже… И эта студия, она когда вышла своим движком, она оказалась никому не нужна. Она просто не смогла его продавать. Вот. Ну, то есть это, типа, такие вот разные кейсы. Да. Еще вопросы? Еще вопросы? А вот бывает такое, ну, вот я у себя замечаю это в проекте. И, ну, вот есть как бы отдел разработки. И вот пацанов, как правило, чаще всего все устраивает. И такой, говорит, вот давайте, говорит, запилим это. Они такие, говорит, да нет, нам и так норм. И ты такой, типа, ну, ладно, пошел, запилил, отдал. Они такие, говорит, о, круто, классно, теперь нам гораздо легче жить. Вот. Ну, и по сути, ты вот такой приходишь, говоришь, какие у вас проблемы? Они такие, говорит, да у нас все классно. Ну, а ты так смотришь, и вот прям вот миллион мест. Ты говоришь, давайте сделаем. Говоришь, да нет, не надо. Ну, то есть вот такое вот бывает, и как с этим бороться? Да, смотри, как делаю я? Если я прихожу и спрашиваю, ну, я обычно общаюсь с ребятами типа CTO, ну, и с разработчиками тоже, я прихожу, говорю, типа, ребят, в чем у вас проблема? Они говорят, ну, все хорошо, окей, моя работа здесь окончена. Ну, в плане навязывать кому-то, как делать правильно и рассказывать, ну, то есть решать проблемы, о которой люди не осознают, это очень неблагодарная задача. То есть, ну, если ты решаешь, вот ты приходишь и видишь, там, ребята, у них там PHP, они по FTP файлики перетаскивают или на сервере прям редактируют. Ну, то есть, типа, ну, такое бывает. И ты говоришь, ребята, у вас есть проблема? Они говорят, нет, это все нормально. Ну, окей, то, что ты должен в итоге их убедить, что у них есть проблема, продать свое время, а они снисходительно это все принимают и говорят, ну, ладно, типа, хорошо, поможем нашему DevOps, сделаем, чтобы он сделал нам хорошо. Ну, то есть, ну, это не те вещи, которые должны работать. Если люди не понимают, что у них есть проблема, это, кстати, никто не спросил, что делать, если ты уже выгорел. Ответ на этот вопрос пойти к психологу. Очень классный опыт, я сам хожу к психологу, просто невероятная штука. Правда, я уже к своему психологу 10 человек привел. Мне говорят, что у меня какая-то есть система, типа, этих, да, реферальная сеть, но нет, я просто, это то, что мне очень сильно нравится. И основная тема, о которой говорят психологи, типа, не помогайте людям, ну, то есть, она не работает с людьми, которые говорят, что у нас нет проблем. Потому что ты не можешь помочь людям, у которых нет проблем. И они это не оценят, и не надо этим заниматься. Просто, ну, говоришь, окей, моя работа здесь окончена, типа, я иду в другое место. Или говори не с разработчиками, говори с ребятами уровня CTO. То есть, если команда говорит, что все окей, ты идешь к CTO, говоришь, вот, ребята говорят, что у них все окей. Это правда? А если CTO тебе говорят, нет. И, ну, есть, типа, CTO, которые говорят, что все окей. Тогда все окей, говоришь, ну, чем мне тогда заниматься? Что мне тогда делать, если все хорошо? Но чаще всего CTO говорят, типа, нет, тут большие проблемы. Мы хотим, чтобы было быстрее, мы хотим быстрее релизиться, мы хотим быстрее новые фичи, мы хотим там, чтобы маркетинг собирал данные, мы хотим, чтобы было стабильнее. Ну, и сразу накидывают, и тогда ты уже знаешь, с чем ты работаешь. И ты говоришь, ну, вот, ребята не понимают. И он идет, и общается с ребятами. Что? Если честно, я такого вообще не встречал в жизни никогда. Из-за того, что, ну, типа, CTO, которые говорят команде, что у нас все хорошо, ничего не надо делать. Ну, то есть… Я понимаю, что я не вижу так далеко, как видят ребята из C-Level. У меня не хватает ни опыта, ни знаний, ни интуиции, чтобы зарабатывать столько денег, чтобы видеть. И самое главное, это не моя основная задача, вот, заниматься вот этим видением, которым занимаются, ну, C-Level. C-Level обычно это стратегия, причем глобальная стратегия. Я знаю, что у меня на это не хватает опыта. И я очень часто просто доверяю. Я знаю, что если ребята что-то… Вот, они говорят, они управляют компанией, они за это отвечают. Это их зона ответственности. Я не вахтер. Я не хочу отвечать за то, на что я не могу повлиять. И я не должен за это отвечать. Я делаю… Я решаю проблему бизнеса, про которую я знаю. Я не говорю, вот, у вашего бизнеса проблема. Или второй вариант, если… Такие случаи, скорее всего, бывают. Я их видел нечасто. Но иногда бывает, когда просто стоит сменить место работы. Из-за того, что влиять на то, что ты не можешь поменять, то есть на C-Level, это невозможно. У них свое видение, у них свое направление. И у них самая главная ответственность за это. Они за это отвечают кошельком. Они за это отвечают своей репутацией, своими головами. Ну, в некоторых случаях, если это гемблинг, там, короче, можно и под воду с цементом уйти иногда. Шучу, на самом деле, такого не было никогда, наверное. Но это их ответственность, и все. И либо сменить работу, либо просто поверить в то, что этот человек прав, что у него есть видение. Ты можешь ему донести, сказать, вот, мне кажется, такие-то, такие-то нюансы. Я вижу по своему опыту. Я как специалист это знаю. Я предоставил тебе информацию, ты решаешь. И все. Если потом какой-то глобальный конец случится, разгребать-то потом все равно придется, ну, человеку, который это может сделать. То есть фактически это, ну, нам. Ну, смотри, если этот глобальный пипец случится, то и ты не захочешь это разгребать, ты просто говоришь, извини, до свидания, и разгребает СТО. Ну, я в жизни встречал очень мало случаев того, когда С-левел настолько глубоко запарывал техническую часть. Когда разработчики говорят, что надо что-то делать, что-то делать, что-то делать, С-левел это игнорирует, и потом все из этого ломается. Такое бывает иногда. Да. Но, ну, окей, это может быть, если СТО, ну, например, по знакомству или какого-то непонятного уровня. Такое тоже бывает, к сожалению. И просто из таких компаний надо петлять из-за того, что ты пытаешься делать не свою работу. Ты пытаешься влиять на то, на что ты влиять не должен. Ты пытаешься заниматься, ну, не тем. И самое главное, что ты, опять же, будешь навязывать человеку, рассказывать, что вот у тебя есть проблема. Ты будешь пытаться что-то сделать, но в итоге ты будешь считать, что люди сделали тебе одолжение, и тебя не будут ценить. И это приведет к выгоранию, это приведет к тому, что ты будешь себя плохо чувствовать. Приведет к тому, что ты будешь приходить на работу не с удовольствием, не с кайфом, что вот, блин, я хочу поработать. Как вот у меня бывает, там начинается весенний праздник, там 8 марта, 14 февраля, потом майский. Я думаю, блин, все-все поразъезжали, надо же фигачить. Не знаю, у кого-то такое бывает, вот у меня такое бывает. Если ты любить то, чем ты занимаешься, это невероятно важно, невероятно классно. И надо максимально прикладывать усилия, чтобы любить то, чем ты занимаешься. А вот споры с руководством и пытка влиять на то, на что ты не можешь повлиять, это к хорошему ни к чему не приведет. Менять компанию или просто сказать, окей, я на это не отвечаю и верю. А если разгребать, ну типа, ну не знаю, это же не конюшни потом с вилами чистить. То есть тоже опыт. Спасибо. Есть ли какие-то проблемы, наиболее часто встречающиеся во всех компаниях? Выходишь и сразу. Ну как, чаще всего сейчас весь рынок, ой, что я эту штуку не уронил. Сейчас весь рынок заточен про то, чтобы уменьшить ТТМ, time to market. И поэтому, когда ты приходишь, ну когда я прихожу в любую компанию, чаще всего это time to market проблема. То есть то, что, ну слишком длинный цикл релиза, и его надо укорачивать. Вот я имею в виду то, чем чаще всего занимаешься. Часто то, чем опять же занимаюсь, это культурная проблема, что там люди друг друга не понимают. Кто-то агрессивный, кто-то не агрессивный. Кто-то типа что-то там приходит или там нет процессов, и они в итоге там все начинают между собой собачиться. И да, надо кого-то увольнять. Надо эти проблемы развивать. Ну, самое частое это культура, самое частое это time to market. Остальные проблемы, типа, например, неправильная архитектура. Ну, я, например, ни разу не встречал такого, что я пришел в компанию, говорю, вот у вас архитектурно все плохо. Ну, я слышал про такие случаи. Но, опять же, это типа прям единороги, потому что архитектурно может быть все плохо. Но прикол в том, что вот я пришел однажды в одну компанию, и ко мне приходят разработчики, и они сразу начинают как будто бы извиняться. И говорят, вот мы не специалисты, но мы тут насетапили себе ранчер, мы насетапили себе сиди на серкле, оно все работает. Типа вот мы тут в Амазоне себе сервачков подняли руками. Ой, нет, не руками через Тараформ, но мы типа не специалисты, мы типа вот как будто бы извиняются. Говорю, ребята, вы сейчас сделали так, чтобы продукт на раннем этапе заработал. Вы молодцы. То, что что-то можно улучшить потом, надо понять, что надо улучшить. И я часто, когда работаю с компаниями, я прихожу, общаюсь, мы обозначаем какие-то вот там какие-то мини-проблемы, которые прямо сейчас видны. Я говорю, а остальное будет видно потом, потому что надо пожить, повыриться, пообщаться с вами, чтобы вы осознали, нужна проблема или нет. То есть, ну, и еще одна проблема, которую я часто занимаюсь в Амайме, потому что, ну, типа нанимать девопсов тяжело, и собеседовать сложно, и люди не умеют собеседовать практически всегда, и нанимают там людей, от которых они потом хотят отказаться. Так что вот такие основные проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Ставишься сзади. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто себя там не слышу, видимо. Собственно, вопрос ближе, наверное, к изначальной теме. А есть ли что-то такое, с чего обычно как раз начинается выгорание, и есть ли какая-то точка невозврата, после которой пора идти к психологу? Есть классная штука про психолога. Конечно. Идите к психологу, когда у вас все плохо, потому что у вас проблемы. Идите к психологу, когда у вас все хорошо, чтобы проблем не было. Так что это такая вот небольшая штука. Проблема выгорания чаще всего, она основная в том, что ты не понимаешь, что ты выгорел. Просто, ну, есть просто противоположность. Я, например, с возрастом, я не чувствую, что я становлюсь умнее. То есть я там развивался как специалист, читал много книг, но у меня не было ощущения, что я становлюсь умнее. Просто все вокруг становились тупее немного. И вот с выгоранием та же самая тема. Ты просто… Все вроде бы то же самое. Все так же. Просто ты начинаешь не любить вещи вокруг себя. Ты не хочешь идти на работу. Тебе работа не приносит удовольствия. Ну, и вот в докладе там были вот симптомы. Если хоть что-то из этого начинает появляться, например, вот ты считаешь, что там другие команды тупые, или там что, c-level плохой. Значит, надо просто остановиться и подумать, на самом деле это так или нет. Или может я начинаю просто выгорать. Или ты ищешь, или там вот приходишь, а тебя там, ну, на работе все стараются тебя избегать. И ты думаешь, это они плохие, или может со мной что-то не так. Может я немного изменился, может я на них как-то влияю. И просто время от времени, там, раз в неделю, раз в месяц останавливаться и думать, не выгорел ли я, не устал ли я, изменился ли я относительно предыдущего месяца. Остался ли я таким же человеком. Так же сильно я люблю свою работу, как месяц назад. Так же много удовольствия получаю от работы, как месяц назад. Если ответа нет, значит что-то началось. Как-то так. А можете рассказать про майндмапс и вашу методологию, которую вы использовали? Про майндмапы? Ой, это была, типа, достаточно хаотичная штука. Я просто попытался тогда набросать все, что я хочу. Все пункты, все варианты, что нам надо. Была одна колонка. И была другая колонка решений, которые могут это позволить. Причем, типа, вариантов решения тоже было много. То есть там один стэк, второй стэк, третий стэк. И части этого стэка тоже могли между собой миксоваться. Я бы пытался это все, типа, между собой связать, законнектить и понять, как это все можно сделать. Просто идеология сумасшествия лучше ее не использовать. Ну, типа, как я делаю сейчас. Я просто, вот способ, который работает. Просто вместо того, чтобы, ну, все проблемы стоит описать, но не думать о них. Прийти и спросить, что у нас самое главное. Что, даже не самому решать. Ну, можно самому просто сказать, вот я считаю, что это. Но обязательно в общении с ребятами уровня CTO обычно это лучше всего. Они могут помочь. Ну, или VP of engineering, в зависимости от того, кто у вас занимается этим вопросом. Ну, иногда, если вы совсем маленький отдел, то с продукт-менеджером. Если, вернее, совсем большая компания. Ну, с кем-то, кто отвечает. Ты приходишь и говоришь, какое из вот этих вот штук, какая принесет максимум пользы за минимум времени. И берешь просто эту одну, начинаешь делать. Потом берешь вторую. Если они несовместимы, выкидываешь все, что ты сделал, и делаешь все заново. Начинаешь третью. Несовместимо. Выкидываешь все, что ты сделал, начинаешь делать уже все вот эти три. И три обратно сделать будет быстрее, потому что у тебя уже есть опыт. Ты уже знаешь, что надо. И многие из тех, которые потом, они просто отвалятся. И так, оказывается, работать намного продуктивнее, эффективнее. И вот этот внутренний. У меня всегда был барьер. Как же я могу выкинуть тот идеальный код, который я написал. Но если я с самого начала знаю, что я могу этот код выкинуть, я просто пишу, а бы как. Просто пишу, чтобы оно заработало. И выкидываю абсолютно без сожаления, даже с радостью.